Сегодня окончательного решения не было принято. Дело снова передали на повторное рассмотрение в Петроградский суд. Но это как раз оказалось для подсудимого лучшим вариантом, потому что была вероятность того, что уже сегодня вступит в силу изначальное решение суда, и подсудимый уже отправится за границу, на Украину, на родину. Но вот сегодня дело передали в Петроградский суд, и у подсудимого есть время подготовить все необходимые документы. Как раз у судей было сегодня очень много нареканий по поводу того, что не все оригиналы предоставлены. Как сам сказал Владимир, это просто сложности. Он не знал, куда нужно обращаться, какие документы куда подавать. Соответственно, сроки затянулись. Но вот сегодня очень рад, конечно, оказался он такому решению. Большая группа поддержки пришла его поддержать. Многие хотели высказаться, но, конечно, в ходе судебного статиста это было сделать невозможно. А вот что теперь будет делать Владимир, он нам рассказал. Быстренько-быстренько стормить все очередя, и так неврежно больше относиться не буду. То есть первым делом жениться. Владимир сначала добивался временного разрешения на проживание в России. И вот ответ пришел пока гражданского супруга. Напомню, она готова была уже поехать и за ним туда. В России уже находится Владимир несколько месяцев. За это время он приехал сюда лечиться, поправить здоровье. У него контузия была. Он получил ее как раз участвуя в боевых действиях. Но пока он никакого лечения не проходил. Рассказал только о том, что 4 дня он был глухим. Совершенно ничего не слышал. Но сейчас слух вернулся к нему. Но по-прежнему, конечно, какие-то шумы в голове. То есть состояние здоровья у него достаточно нестабилен. Но вот в связи с документами и с судебным делом, конечно, он не мог просто заниматься своим лечением. Но и также не хватало материальных средств. Супруга рассказала, что она будет поддерживать Владимира до того самого момента, пока не станет ясно окончательное решение. Также скажу, что перед самим заседанием адвокат был настроен достаточно скептически. Он почему-то был уверен в том, что сегодня как раз примут решение о выдворении Владимира за границу. Но вот, собственно, судья не стала сегодня такое решение на себя принимать. Адвокат рассказал о том, что с точки зрения права, именно юридического закона, не совсем все-таки хватает у подсудимого аргументов, чтобы здесь получить политическое убежище. Но вот в ходе судебного заседательства многие моменты стали ясны. Вот что рассказал об этом адвокат. Во-первых, он сможет сделать нужные документы. Сейчас он уже знает, какие именно ему документы нужны. Он знает, что ему нужно это делать как можно скорее. Он знает, его супруга знает об этом же то же самое. И, ну, конечно, это большое преимущество. В ходе судебного заседания мы выяснили, что, оказывается, он не гражданин Украины, а это процессуальное значение имеет. У Владимира больше нет украинского гражданства. Пока и российского гражданства у него нет. У него теперь есть время, чтобы позаботиться о предоставлении документов, о том, чтобы тоже предоставлять документы на политическую убежище. То есть он занимается сейчас сразу по нескольким моментам. Ну, теперь хотя бы в его деле какая-то ясность, и ему самому больше понятно, что нужно делать. Напомню, дело передали на повторное рассмотрение в Петроградский суд, и уже там судья примет конкретное решение. Елизавета Золотова, Артем Охотников, Live 78. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!